Вашу квартиру. Это вообще, вот просто, ну, каждый... Я каждую другу подарю. Да, ну потому что мы выходим, и у нас новая картина. Вот вчера ребята были, молодежка, да? Ну вообще, вот это море, и постоянно новое настроение, и воздух свежий, и лес. Вообще, конечно, слава Господу. Я благодарю Бога за то, что Он год меня ведет в коучинге, в христианском, и я вижу, как Господь трансформирует мое сердце, и вместе с этим улучшается атмосфера в нашей семье. Я благодарю Бога, что Он... Я оглядываюсь за эти пять лет, что мы здесь, в Болгарии, Бог ни разу не оставил реально. И то, что я реально выросла в вере, и становится меньше сомнений в Боге. То есть я больше доверяю Богу. Я так благодарна за моего мужа, такого хорошего. Терпеливо, он меня терпит. Ну, не всегда. Да вообще все классно, на самом деле. Мы живем в обеспечении, мы живем без войны, мы живем... Вообще, у нас корона, на самом деле, не коснулась. Ну, переболели мы, ну, с Божьей силой Господь дал нам восстановиться. Дает нам мудрости, чтобы мы могли правильно питаться. Поэтому, слава Богу, благодарю за церковь, то, что мы столько лет, пять лет здесь мы обрели новую семью, и вообще наша семья не распалась, потому что мы реально были под угрозой, то, что с нами происходило в Казахстане, и как Бог нас преобразовал здесь. Поэтому... Сумки? Какие сумки? Сумки вообще! У Евы был день рождения, 30 сентября. Мы справляли вчера. И я поехала, Саня на работе была, я поехала в магазин, закупилась. И, представляете, я подъезжаю к подъезду, и говорю, господи, ну как это на пятый этаж сейчас переехать? Лифт не работает. Я подъезжаю к подъезду, выгружаю сумки, и тут подходят мальчишки. Представляете, Рома... Прости, забыла, как... Из Димы, господи, да. И подходит Рома с Димой, такие, я говорю, пацаны, давайте. И они на пятый этаж занесли сумки, представляете? Я вообще такая счастлива. Потом еще чеснок почистили, потерли морковочку с сыром. И я говорю, вообще, вы прямо не сократили время. Поэтому слава... Знаете, Бог реально, Он великий, Он даже в таких вещах, Он просто посылает людей. Но, я вам хочу сказать, важно жить в ожидании того, что Бог Он сделает. Не просто, ну может быть, не надеяться, что Бог сделает. Надо жить в ожидании, потому что вера – это ожидание осуществления... Да, ожидание осуществления. Да, скажу. Не видим. Я хочу поблагодарить Бога за возможность посетить мероприятие, о котором хочу коротко поделиться. В самом центре Болгарии есть такое место – Севлеева. И там находится уникальное место, которое называется «Промисленд», в переводе означает «Земля Беталанны», которое дает возможность людям... Это христианский центр, который дает возможность людям переживать личную встречу с Богом. Там весь год проводятся мероприятия, которые связаны с семьей. И мы посетили, вот смотри, мероприятие, которое называется «Квест для мужчин» и «Квест для женщин». уникальные шесть дней, когда ты отказываешься полностью от мобильной связи, оставляешь телефон, погружаешься в славу Божью, в общение. Это не какой-то семинар или какая-то конференция, это личная встреча с Богом. И основная цель и миссия таких мероприятий – это на выходе более сильный мужчина, более сильная семья, более сильная церковь и, соответственно, общество. И очень много можно говорить, конечно, про эти мероприятия. И я благодарю Бога за то, что Он чудесным образом осуществил даже... Ну, мы поехали туда бесплатно. Нас благословили. Да, и каждый человек, кто туда едет, едет за чем-то своим. Один переживает изменения после каких-то кризных ситуаций. Кто-то получает свободу. Третий человек просто приходит в присутствие Бога. Лично я ехал за освобождением и за обновлением. Я это получил. И Бог сотворил чудо в моей жизни. И сейчас я вижу изменения. И есть три слова, которые я привез оттуда. Это своеобразный такой клич. Это сила, смелость и честь. И я, как мужчина, теперь стараюсь придерживаться этого. И у меня даже на стене распечатка висит. Не знаю, что там у женщин было, но для меня эти шесть дней были небольшим испытанием, так как все проходило на болгарском языке. То есть я полностью переключался уже на другой язык. Ну, естественно, я больше слушал. Мария говорит, что она больше говорила все-таки на этом мероприятии. А я больше слушал, вникал и на самом деле подтянул даже язык. И по-другому взглянул на болгар. Потому что думал, что они все такие бавные, медленные какие-то. Что касается верующих болгар, я вообще думал, что они какие-то, ну, холодные, скажем так. Просто ходят по воскресеньям. Ну, то, что я видел. А здесь я увидел других ребят, абсолютно горячих, открытых, которые не боятся говорить о своих проблемах, которые делятся своими переживаниями. И очень круто. Я благодарю Бога за это. Спасибо. Ну да, я тоже продолжу. Поскольку буквально за месяц до этого... Нет, в июне месяце я заявила в небесную канцелярию, Господь, я хочу в центр Болгарии, хочу в горы. Хотя я сама с горы, за Алматы, но мне они там так надоели. Но за пять лет я соскучилась. Море уже поднадоело. Я говорю, Господь, я хочу на Старопланина. И потом, когда я оказалась на квесте, я говорю, а что это вообще, где я нахожусь? Это что вообще? А это Старопланина. Я говорю, да ты что, Господь, ты великий. И я запланировала уединиться, сама куда-то уехать на пару дней, потому что нужна была перезагрузка. И я попросила у Бога, я говорю, Господь, дай возможности. И тут наши ребята из Софии, они приезжали, Павловские, они, давайте езжайте. Я говорю, да мы не планировали, у меня куча дел, у нас не выделены на это средства, мы вообще не планировали ехать. Но потом я чувствовала, что ну что ты отказываешься, это призыв от Господа. И в итоге все действительно чудесно сложилось, и сам транспорт, и все. К чему я, что важно уделять время тому, чтобы наполняться духовно. Да, классно, работа, она вообще никогда не закончится. И вот Геннадий с Натальей, они всегда организовывали такие мероприятия, в последнее время, видимо, ну у нас просто другой ритм. И я просто вдохновляю нашу церковь, чтобы мы тоже были организаторами таких мероприятий. Нам есть чем делиться, и нам важно это получать. В связи с пандемией мы уже год, два года мы никуда не выезжаем, да, по факту. Там то у нас был, Пинуэл, Трес Диас был. Да, поэтому я вдохновляю каждого. В мае месяце они будут проводить женский и мужской квест. Два раза в год они проводят. Помимо этого у них там и пророческие, и так далее. Ну и вообще, в принципе, это место, где можно уединиться, где можно побыть с Господом, получить откровение. Особенно, если важно принять какие-то стратегические шаги. Если нужно пережить обновление с Господом, все равно мы малость потухаем. Бывает такое. Я вас вдохновляю. Всегда есть такая возможность. Есть люди, которые готовы послужить. Да и просто приехать, три дня помолчать, там послушать Господа. Скажите, на следующий раз, если вы хотите. Информация, кому интересно, я поделюсь. Да, да. В мае месяце и в августе цена у них чуть-чуть там поднялась. Но, честно сказать, это вообще не стоит того. Я так поняла, что они вкладывают еще свои деньги в это. Потому что, ну, в общем, это не стоит того. Это в районе 400 лева, по-моему, может быть, чуть там поднимется. То есть это стоит гораздо больше, чем эти деньги. И проживание, питание, атрибуты, там, книги и так далее. Поэтому мы вас благословляем благословляем и вдохновляем, чтобы вы всегда выделяли время на посещение таких мероприятий. Не только в Болгарии, и в Украине проходит такое. И просто главное иметь желание и искать такое, чтобы вдохновляться и обновляться. Мы вас благословляем. Есть что-то сказать? Спасибо. Спасибо. Еще у кого-то? Спасибо.